Дорогой ты наш анкос, как же быстро ты подрос, и окреп, и возмужал, всем ВИФО примером стал. Как гордимся мы тобой, стал для всех второй семьёй. Ты танцуешь, ты поёшь, ты подарки раздаёшь детям, и не только. Будь здоров, стремись вперёд, за тобой идёт народ. Ассоциация национально-культурных обществ появилась в Севастополе в ноябре 1993 года. И вот уже три десятка лет живёт яркой и насыщенной жизнью. По своему возрасту анкос старше всех подобных объединений в Крыму. К тому же является самым крупным. Более 30 разных народов совместными усилиями сохраняют и рассказывают другим о своих обычаях. Ассоциация – это объединение людей на общественных волонтёрских началах, созданных, объединённых по национальному признаку. Эти люди занимаются сохранением своих традиций, культуры, обычай, языка. И всё это они делают в свободное от работы время. На самом деле этим людям нужно сделать низкий поклон. Они сохраняют традиции многонациональной России. Крымские татары, белорусы, русские молдаване, осетины и болгары. Этот список можно продолжать долго. За годы своего существования анкос объединил практически все этнические группы, проживающие в Севастополе. И правда говоря, те, кто любит свою семью, не будет желать зла другой семье. Те, кто знает и любит свою национальность, не будут ссориться со своими соседями. Спасибо вам за это. Спасибо за то, что вы рассказываете детям. И судя по тем, кто пришёл сегодня, вы делаете это очень успешно. Все национальные сообщества живут в мире и согласии. Вместе встречают праздники, устраивают творческие вечера и дружеские посиделки, где делятся воспоминаниями и историей происхождения своего народа. Мы настолько объединились все, 32 общества у нас входят в анкос, что действительно анкос стал для нас второй семьёй. Мы участвуем во многих мероприятиях, которые сами подготавливаем, а также ходим друг к другу в гости, потому что, как всегда, народы по Волжи живут вместе. Мы в Буджаке живём вместе рядом с гагаузами и с молдаванами. То есть дружим, как говорится, с семьями. Председатель Чувашского национального культурного общества «Любовь Тавлуй» рассказала, что сейчас участники объединения активно готовятся к традиционному празднику зимы – Нартукану. Его отмечают в конце декабря. Он приурочен ко дню зимнего солнцестояния. Торжества длятся целую неделю. Женщины самостоятельно шьют народные костюмы, готовят для гостей мастер-классы и концертную программу. В основном мы занимаемся культурно, как бы даже просветительской работой. Рассказываем мы о Чувашах, когда происходили, чем занимались, о культуре. Анкос отпраздновала свой 30-летний юбилей большим концертом, который прошёл на сцене кинотеатра «Россия». В зале был аншлаг. Послушать песни и увидеть танцы народов, живущих в Севастополе, пришли порядка 500 человек. Жанна Тарасова, Денис Александрович, Севин, Форумбюро.